Проблемы энергосбережения и передачи электрической энергии решали сегодня ученики старших классов школы номер один с углубленным изучением отдельных предметов. Здесь прошел урок в рамках Всероссийского фестиваля «Вместе ярче». На занимательном и полезном занятии побывала моя коллега Ольга Руссул. Если искать такой лампы, то по длине ли это признать, что электромагнитное поле заставит ее сетиться без подключения? Ученик физико-математического класса Денис Бабиков рассказывает о вреде современного способа передачи электроэнергии. Оказывается, по мнению школьника, ЛЭП дает излучение не меньше радиоактивного. Вместе с товарищем Яном Лукиным он уже три года работает над проблемой экологичной беспроводной передачи энергии. Вместе они собрали генератор Ван Де Графа. Он способствует передаче энергии на расстоянии. Это тоже один из способов энергопередачи. И это более энергосберегающий способ, потому что там убирается потеря на тепло. Минус такого генератора – его сложно использовать в бытовых целях и высокая степень излучения электромагнитного поля. Но работа над усовершенствованием агрегата продолжается. Электромагнитное поле, образующее вред круг конденсатора, влияет на газ внутри данной лампы и мы наблюдаем свечение. Ребята верят, когда-то им удастся разработать экономичный способ подачи электроэнергии, который к тому же не будет наносить вреда экологии планеты. С интересом за партами слушают старших коллег, ученики 10-го класса. Диане Карповой проблемы энергосбережения известны давно. Ученица физмата выключает вовремя свет в квартире, устанавливает энергосберегающие лампочки. И если генератора Вандеграфа, которые собрали ребята, использовать можно пока только для учебных опытов, то некоторые советы, полученные на уроке, весьма пригодятся в жизни, считает преподаватель физики Светлана Хабарова. Сталкиваемся с тем, что ребятки ведь не понимают, как работает, например, светодиодная лампа. Почему сейчас мы вводим в домашних условиях светодиодные лампы и убираем лампочки Ильича? Хотя лампочки Ильича дешевле, казалось бы, и лучше ее приобрести. И, соответственно, ребята сейчас доказывают во время урока, что, допустим, на освещение данного класса потребовалось бы в течение месяца более 100 тысяч по тарифу 5 рублей 40 копеек, которым мы сейчас пользуемся в округе, понадобилось бы заплатить более 100 тысяч рублей за месяц работы обычных лампочек в этом классе. А сейчас у нас здесь стоят светодиодные лампы, и за месяц работы мы платим тысячу с небольшим. Светлана Рудольфовна надеется, кому-то из ее учеников посчастливится решить проблему энергосбережения. Ведь свои исследования ребята могут продолжить и в высших учебных заведениях. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал Север.